Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на торговой сессии среды. Как и всегда, мы разбираем события дня минувшего, смотрим на то, чем можно поторговать в рамках текущей торговой сессии. Ну и в целом, сохраняем, скажем, преданность фундаменту, как подходу к оценке и анализу того, что происходит на площадках. То есть, я не устаю повторять, друзья, то, что преемственность фундамента, последовательность, она очень важна, потому что, зная, с чем мы работали, скажем, вчера, неделю назад, месяц и даже чуть больше, зная, что произошло в последнее время и что может случиться, собственно, дальше, позволяет как раз поставить правильные целевые ориентиры и придерживаться тех сделок, которые закладываются в основу локального, среднесрочного, долгосрочного инвестиционного портфеля. Текущая торговая сессия, чем она будет интересна, если не заглядывали в содержание экономического календаря, то советую сделать это, потому что денек обещают быть жарким. При этом, основной, конечно же, фигурант у нас будет доллар, потому что сегодня у нас, ну, во-первых, своего рода, как в финансовых кругах называют отчет ADP по состоянию американского рынка труда, это прелюдия, репетиция, предварительные данные перед Non-Farm Perils, которые будут опубликованы чуть позже, на этой неделе, в пятницу. И мы сначала обратим внимание на сегодняшний отчет, попробуем порассуждать, есть ли основания нам рассчитывать на, собственно, те цифры в плане их подтверждения уже официальными данными в пятницу, которые предварительно мы можем увидеть сегодня. Я по ADP хочу отметить то, что очень часто есть диссонанс, то есть по статистике от ADP мы видим слабые цифры, при этом Non-Farm Perils показывает совершенно другую картину. Не стал бы железобетонно заявлять о том, что текущий отчет мы должны использовать как, опять же, четкую подготовку к пятничной статистике. Ну, для локальной динамики доллара она будет очень важна, но основные движения, конечно же, все же придутся на Non-Farm Perils, а от Non-Farm Perils я ожидаю только лишь сильных данных, которые должны поддержать еще больше, кстати, курс американского доллара. В 17.00 по московскому времени также выйдут отчеты АСМ в производственном секторе и данные по разгону инфляции, по ожиданиям. Можем ориентироваться и настраиваться на хорошие цифры, то есть еще один блок сильных данных, которые должны усилить наши с вами, укрепить все ожидания, потому что Федрезерв остается предан, опять же, курсу, вектору, политике, которая предполагает более высокие процентные ставки. Ну и, конечно же, в 21.00 по московскому времени итоги двухдневного заседания американского регулятора, которое стартовало практически в ходе вчерашней торговой сессии, сегодня будут подведены итоги и пересмотрена ставка. Конечно же, вероятность того, что ее изменят крайне низко, я думаю, что следующее повышение ставки произойдет в сентябре. И, в принципе, мы с вами настраивались именно на этот период, на осенний, скажем так, еще несколько месяцев назад, может быть, даже полгода. Пока планы не меняются, но наши планы уж точно не меняются, потому что мы, как и обозначили позицию, ждем решительности Федрезерова в сентябре и в декабре. Но меняется позиция тех, кто раньше был скептиком и сейчас стали большими оптимистами, потому что действительно те данные, которые мы накопили за последние 2-3 месяца, позволили переметнуться на нашу сторону, сторону исключительных оптимистов по доллару, даже тех, кто не видел возможности для укрепления курса этого валютного актива. Однако данные, которые выходят из недели в неделю, особенно акцент мы делаем, конечно же, на основные такие колоссы статистики, это темпы экономического роста, данные по инфляции, состояния американского рынка труда. Вот эти данные, что не отчет месячный, то прогресс, который усиливает тенденцию восстановления и позволяет американскому регулятору в лице отдельно взятых представителей Федрезерва, а также в лице и руководителя американского регулятора Джерома Паула, говорить о том, что на рынке осознаны все условия для того, чтобы Федрезерв оставался преданным курсу, предполагающему дальнейшие высокие, хоть и последовательные темпы повышения процентных оставок. Поэтому по доллару, друзья, у нас есть сейчас уже катализаторы локальные, почему мы американцы покупаем, почему доллар растет. Но я думаю, что еще большая поддержка, она будет представлена на рынке в ходе оставшейся части этой недели. И эту поддержку мы либо в моменте сможем использовать по доллару, либо, по крайней мере, получить еще одно подтверждение того, что не стоит сбрасывать с счетов американца, даже в том случае, если он локально теряет ценовые позиции и пропускает вперед, скажем, от своего защитного оппонента японскую валюту. То есть после проторговок, которых мы видели очень много в последние дни, все равно американская валюта восстанавливается. И уверен, что этот тренд будет сохранен именно от ИКВ. Давайте теперь чуть разжуем, остановимся на нефтянке, которая снизилась в соответствии с ожиданиями. 75 с небольшим долларов мы, собственно, сделали. Я давал рекомендации, уровни с которых можно как-то срочно продавать нефть, эти уровни отработали. Сейчас мы находимся в не то чтобы серьезном нисходящем пике, но, по крайней мере, снова ниже 75 долларов за баррель. В районе 74, я думаю, что коррекционная динамика будет продолжена. Почему же на рынке изменились настроения? Я сделал бы даже, скажем, ремарку в сторону того, что это риторический вопрос, потому что я вам рассказываю, в принципе, и каждый день, какие настроения на рынке присутствуют. И почему нужно все равно быть преданным именно коротким взглядам, то есть взглядам, которые предполагают продажу нефтянки. То, что те опасения, которые присутствовали за потенциальную нехватку, в связи с потенциальной нехваткой предложения на глобальном рынке, вы помните, я отмечал, очень быстро могут быть заменены на опасения, которые уже радикально противоположны. Это опасения, связанные с перепроизводством. В принципе, именно это сейчас и происходит. Настроения трейдеров перегружаются, и инвесторы начинают все же с большим вниманием относиться к теме того, а не слишком ли много нефти будет добыто, собственно, в мировой экономике. И сигналы того, что производство нефти продолжает расти, поступают практически каждую торговую сессию на этой неделе уж точно, даже с пятницы, потому что в пятницу мы работали с комментарием Александра Новака о том, что добыча нефти в России будет расти более высокими темпами, чем прогнозировалось. Добыча нефти в рамках Содружества страны ОПЕК+, будет расти темпами большими, чем обсуждались в рамках прошедшего заседания ОПЕК, то есть июньского. И если там обсуждали планку в 1 миллион, сейчас уже мы неоднократно получали отсылки на то, что производство нефти вырастет больше, чем на этот показатель. Страна ОПЕК увеличивает показатель нефтедобычи в прошлом месяце плюс 70 тысяч до максимума с сентября 2017 года, 32,64 миллиона. Это тоже только начало, это еще цветочки. На рынке, кстати, вчера появилось сообщение, и я бы даже сказал, что эта новость и стала основной причиной таких мгновенных распродаж, которые на рынке случились. Это заявление Трампа о готовности встретиться с руководством, с президентом Ирана. Конечно же, этот комментарий мы тут же интерпретировали как сигнал смягчения позиции администрации США по иранскому вопросу. Это, наверное, самый актуальный фундамент, потому что ноябрь приближается. Сегодня, кстати, поздравляю вас с началом августа, то есть до ноября и вступление в силу санкций против Ирана остается все меньше времени. И если раньше трейдеры закладывались под то, что эти санкции поют к резкому сокращению показателей нефтедобычи в Иране и, соответственно, к резкому сокращению экспорта, это может обречь мировой рынок сырья на состояние дефицитности приложения. То сейчас, каждый раз, когда у нас есть возможность возвращаться к такому потеплению новостного фона, как смягчение оппозиции, мы говорим о том, что этот риск хоть и сохраняется, но уже не такой острый, как и был. Сегодня, друзья, мы ждем статистику по запасам. Очень неоднозначное влияние всегда на котировки нефти этих данных, потому что очень неоднозначные релизы в моменте выходят. Это запасы бензина, запасы нефти и объем нефтедобычи. То есть у них так складывается в последнее время, у этой статистики, у блока этих данных. Не получается оказать однонаправленное воздействие на нефть, потому что мы видим такой диссонанс. Растут запасы, к примеру, нефти, снижаются запасы бензина, растут запасы бензина, снижаются запасы нефти. И вот этот компенсатор, нейтрализация, она не дает участникам рынка, которые следят за статистикой, эффективно отработать эти данные. Я сегодня предлагаю их дождаться, друзья, и отнестись к этим отчетам не как к тому релизу, который точно приведет к какому-то направлению рынка и задаст вектор движения, а к тому, что на рынке сегодня есть катализатор для движения, может быть, более мощного, чем в них, когда у нас нет статистики. Но все равно этот катализатор лучше воспринимать в качестве еще одной причины для распродаж нефтянки, потому что мы можем получить еще одно свидетельство роста нефтедобычи в США. Еще один регион, который сообщит о том, что производство нефти продолжает расти, в конце концов может усилить в целом ту позицию, то мнение, которое у нас есть, это мнение, которое предполагает возможность наступления событий, при которых нефти на рынке станет больше, чем требуется. Рубль 62.50, я думаю, что не нужно повторять те ориентиры, которых мы придерживаемся, они не меняются. Доллар японская, иена активно восстанавливается. Мы движемся в правильном 113, в очередной раз, возможно, благодаря Федрезерву, в этот раз сопротивление 113 не просто будет протестировано, оно пойдет. Хотя я, конечно же, понимаю, что сейчас, возможно, представителям американского регулятора нужно быть более жесткими в плане своих комментариев, чтобы простимулировать более мощные ралли по доллару, чем то, которое мы видим в последние дни, потому что в целом с позиции Федрезерва это уже все понятно. И ФРС сегодня, когда будут подведены итоги, лишь подтвердит те ожидания, которых придерживаемся не только мы, а большое количество трейдеров, потому что многие уже поверили в американскую статистику, в том, что она будет оказывать исключительно оздоравливающее воздействие на экономику, а поэтому создаст условия для сохранения высоких темпов роста процентных ставок. Я отмечу две причины, почему доллар сейчас растет. Во-первых, потому что растут ожидания того, что ФРС будет повышать процентные ставки и дальше. Вчера, кстати, у нас вышло еще несколько сильных отчетов по личным доходам, личным расходам и расходам на личное потребление. Базовый, скажем, индекс тоже своего рода отчет, который готовят к сильным данным по инфляции. Вчера еще на рынке появился комментарий, я бы даже сказал, новость, которая стала основным катализатором именно для доллара. Это готовность США и Китая вернуться за 100 переговоров, чтобы предотвратить развитие ситуации, при которых торговый конфликт обострится до такой степени, что приведет к полноценной торговой войне. Давно мы не слышали новостей, которые касаются торгового конфликта, чтобы сразу фигурировали и Китай, и США. Сейчас у нас положительный комментарий. Я думаю, что это продолжение тенденции того, что США договорились, или лучше сказать, пытаются договориться с Европейским Союзом. Конечно же, были ожидания того, что и с Китаем попробуют немножечко разгрузить напряженность и вернуться к обсуждению тех вопросов, которые смогли бы позволить предотвратить еще большую эскалацию этой торговой напряженности. Однако, более конкретных заявлений не было. Мы лишь ожидаем того, что переговоры продолжатся, и можем лишь рассчитывать на то, что сторонам удастся договориться. Но такой фон был уже на рынке неоднократный, и все равно все заканчивалось очень плохо. Все заканчивалось тем, что либо США, либо Китай принимали решение о расширении перечня списка товаров, в отношении которых начинали действовать новые импортные пошлины. Ситуация может повториться и сейчас. Но предлагаю пока не забегать вперед, а все же довольствоваться этим позитивом, позитивом и, скажем так, геополитическим, и позитивом макроэкономическим. То есть, ожидания по росту процентных ставок и возможности нахождения общего основинателя в торговых вопросах. Поэтому, как вы понимаете, нет причин сейчас ставить на укрепление иены, есть причины только ставить на укрепление курса доллара. Если будет расти американская валюта, рисковые инструменты будут испытывать давление. Поэтому вчера в целом и сегодня на азиатской сессии, уже практически на европейской, мы видим то, что рисковые инструменты сдают позиции. Евро находится на отметке 1,1670. Мы по-прежнему ждем эту валютную пару в районе 1,15. Вчера фонд макроэкономически крайне противоречивый. С одной стороны, сильные данные по инфляции, базовый индекс употребительских цен. С другой стороны, слабые данные по темпам экономического роста. Можно сказать, что эти отчеты повлияли на динамику евро. Но все же я позволю себе сказать, что основным катализатором для европейской валюты выступила все же американская валюта. Поэтому, если мы сегодня ставим на то, что американец сохранит потенциал роста, я не заявляю о том, что курс доллара прямо в моменте пойдет вверх без каких-либо откатов. Откаты будут даже по факту решения Федрезерва. Уверен, что американская валюта против той же самой иены традиционно может сделать больше 50 пунктов вниз и только после этого восстановиться. Но тот фундамент, который сложился, позволяет мне закрыть глаза на вот этот шум волатильности и все же видеть только один ориентир, горизонт для дальнейшего роста пары доллара и иены и движения американца, которые находятся выше текущих значений. Поэтому я буду следить за тем, что происходит с долларом, будучи абсолютно убежденным в том, что пара доллара и японская иена протестирует в ближайшие дни сопротивление 113. По евро-доллару, друзья, я предлагаю сейчас оплыть по течению, то есть поставить на то, что доллар будет основным фактором давления на все рисковые инструменты, уж не более на главный валютный риск. Поэтому европейская валюта также будет постепенно снижаться. Фунт против доллара ждем, собственно, торговую сессию четверга. Это завтрашний день, суперчетверг для британца, для нас с вами, как и для тех, кто, скажем, предвзято относится к фунту, активно спекулирует и разбирает все, что происходит в плане фундамента по Англии. Решение по ставке, я уже вчера давал рекомендацию, что это решение может даже предполагать рост процентных ставок, но все равно его лучше попробовать отыграть через ослабление курса британца, потому что вместе с повышением ставок, скорее всего, мы услышим о мягкой риторике Банка Англии, мы услышим о том, что слишком серьезным риском остается возможность жесткого брэкзита для экономики и так далее. Это может все же сдержать интерес к фунту, тем более, что, уверен, Банк Англии пересмотрит прогнозы по темам экономического роста в сторону, конечно же, снижения. Также давал рекомендации, как можно продать британскую валюту, особенно эти рекомендации были очевидны по уровню через торговые идеи, которые параллельно мы еще опубликуем на нашем сайте. Для тех, кто присоединился к коротким позициям, уже плюс, друзья, я думаю, что по британцу можем претендовать на движение ниже текущих значений, даже ниже уровня 1.30 с потенциалом ухода в район 1.28-1.27. По крайней мере, коллеги, которые активно спекулируют этим инструментом, сейчас все же, так же, как и я, к примеру, обожглись на ожиданиях роста, которые не подтвердились, развернулись, собственно, и пытаются уже отыграться через развитие нисходящей динамики. Я по фунту, как вы помните, также неплохо проигрался, но пока что у меня не очень, скажем, хватает смелости, чтобы снова залезть в эту валютную пару, тем более, что я понимаю, насколько сейчас будут интенсивными движения, учитывая, как долго мы ждали, собственно, вот это августовское заседание. По доллару канадцу тоже есть ожидание, что пара будет дальше снижаться, то есть канадский доллар укрепляться, особенно после сильных данных по ВВП, которые мы проанализировали, собственно, накануне. Но какую-то торговую позицию, конкретную сделку пока рекомендовать, друзья, не буду. Я предлагаю посмотреть, как отработает на этой неделе себя доллар, и что в конце концов произойдет с нефтью. И вот уже на следующей неделе вернутся пара доллар-канадец. Если вы поверили в дальнейшее укрепление канадского доллара, ну, удачи вам, могу в целом сказать, что на какое-то время, скажем, даже если уже говорить о рекомендации, которая может быть дана с моей стороны в следующий понедельник, я с, скажем, вероятностью 90% допущу возможность больше укрепления канадцы и сохранение вот этой нисходящей динамики, которая развивается, как минимум до отметки 1.28. Очень схожий здесь уровень у пары фунт-доллар и у канадца против доллара. Новозеландец. Сегодня, несколько часов назад, вышли данные по рынку труда, которые для многих стали разочарованием даже по динамике новозеландца. Видно то, что курс испытывает сейчас серьезное давление, и многие оправдывают это ростом уровня безработицы с 4,4% до 4,5%. Однако я предлагаю обратить внимание на подотчет, который вышел также следом за уровнем безработицы. Это индекс стоимости труда, то есть это как раз есть темпы роста заработных плат. Здесь статистика довольно неплохая, 1,9% с 2,1%. До этого мы разбирали сильные данные по инфляции, и я считаю, что восстановительный тренд индекса потребительских цен благодаря такой статистике по рынку труда будет продолжен, что в конце концов может заставить Альзерная банка Новой Зеландии первым вернуться к вопросу тоже отказа от мягкой экономической политики. Поэтому мы некоторое время назад, ну по крайней мере я, развернулся, покупаю новозеландца против доллара и жду как минимум цель 0,70%. Также отмечу, что если в конце концов США и Китай действительно смогут найти общий язык, то для новозеландца будет снят, может быть, один из основных экономических рисков, это замедление темпов роста мировой экономики и прежде всего проблемы для стратегического партнера Новой Зеландии и Китая. Вот, кстати, Новой Зеландия является основным экспортером сухого молока, основным потребителем, собственно, является Китай. Поэтому каждый раз, когда до этого мы говорили с вами об усилении торгового протекционизма и росте торгового конфликта, обострении отношений США, мы видели, как очень плохо на это реагировали валюты страны Киани, то есть австралийцы и новозеландцы, потому что очень тесно у них завязаны эти экономические связи. Поэтому, если США и Китай все же договорятся, я считаю, что у новозеландца появится еще один, скажем, фактор, который мы сможем использовать для поддержки, то есть длинная позиция по этому дуэту активов по-прежнему актуальна. Друзья, на этом, собственно, все. Ждем сегодняшних данных, релизов, о них мы уже поговорили, еще больше поговорим завтра. Денек обещает быть жарким, поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, но и, как всегда, не забывайте про необходимость защиты ваших позиций. С одной стороны, скромным плечом, самый лучший подход, это не превышение, не допущение загрузки депозитов больше, чем 1 к 10 по плечу, ну а второй способ защиты, собственно, ваших депозитов от неверно принятых в моменте, как к срочной торговой позиции, это восстановление уровней стоп-лосса. По основным тенденциям, я думаю, что ясно, еще раз вернемся к ним в ходе завтрашнего брифинга, который, как и всегда, состоится в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.